Добрый день, дорогие друзья! С вами я, епископ Альберт Раткин, и наш канал «Взгляд с небесный». Подписывайтесь, ставьте лайки, колокольчики. Сегодня у нас в гостях в нашей московской студии журналист, общественно-политический деятель Максим Шевченко. И тема нашего разговора сегодня пойдет вокруг христианства и политики. Максим, ну, представитель левых сил, левопатриотических, и мне интересно, это оппозиционные силы, и мне интересно, почему в повестке политической так мало говорится о защите свобод и прав верующих? Это действительно мало на фоне каких-то других проблем, о которых говорит левые силы. Это очень мизерно. Ну, может быть, вы говорите. Я с вами согласен, это большая слабость повестки. Потому что, к сожалению, мне кажется, что есть серьезные, непроработанные вещи. Я всегда считал, что если левая оппозиция возьмет еще тезис о защите прав человека, прав верующих в частности, прав национальных групп, где-то русских надо защищать, а где-то татар надо защищать, где-то кавказцев надо защищать, то тогда это сильно укрепит и усилит вообще значительно левую оппозицию. Я знаю просто, что по России, ну, просто многие не задумываются. Это же тоже вопрос, знаете, такого интеллектуального. Воспринимается православная церковь, ее священники, как носители какой-то, правда, истины русской цивилизации. Это совершенно не так. Это просто восстановленная парадигма имперского такого, абсолютно постмодернистская, на мой взгляд, при этом, имперского такого православия, против которого уже в то время многие православные люди, интеллектуалы и писатели великие, думали, как это изменить, как это исправить. Это и Василий Розанов в тени монастырских стен, и Лев Николаевич Толстой в итоге, отлученный от церкви за свои поиски. Но он, впрочем, далеко ушел от православия, прямо скажем. Это и Достоевский, который не находил покоя своей великой измученной душе, и многие другие. А они просто полагают, что вот есть церковь православная, она является носителем русской цивилизации. А там русские евангельские христиане, и история русского евангельского христианства, ведущая свое начало чуть ли не от Новгорода древнего, от этой первой ереси, понимаете, там, стрегольников и так далее. Поисков правды евангельской, поисков свободы толкования Евангелия. А русское старобрячество, беспоповские толки, которые сливаются во многом тоже с этими... Это не в чистом виде евангельское, конечно, христианство. Но это, опять-таки, свободно. Я это называю свободный поиск. Это было вообще особенностью русского сознания, русского человека. И когда многие говорят православие, сразу полагают, что это про церковь идет речь, про официальную синодальную. А это не так. Поскольку в русском языке любые интерпретации христианства, я даже у баптистов встречал, у русских, или у адвентистов, все равно идут через православную, через православный дискурс. То есть, я бы сказал так, что любой христианин, который на русском языке, будь это даже педересятник евангельский, пытается искать правду Христову, он все равно так или иначе находится в православном пространстве, в православном дискурсе. И это очень важный момент. Потому что, когда мы просто упираемся только в одну синодальную церковь, мы как бы выбрасываем то, что составляло в русской истории огромное пространство народной жизни и сформировало русский 19-20 век. Это, собственно говоря, свободное христианство, евангельское, старообрядческое христианство, хлыстовство, интерпретации разного рода, вплоть до одиозных, а в официальной церкви нет, что ли, одиозных, понимаете, сект там внутри этой официальной структуры. Еще как. Вон Иоанн Кронштадтска. Вспомним, как на него бросались его поклонницы, чтобы укусить его и там причаститься батюшкиной крови. Там или есть земли с могилы Матроны. Преподобный Матрон, это что, одобрило бы, что ли, чтобы землю размешивать в чашечке и пить, значит, ее? Какое-то язычество в чистом виде. Поэтому я думаю, что вы совершенно правы. Здесь надо просто работать с этим. У меня это просто огромный опыт. Мне тоже глаза когда-то открылись на многое. Я когда первый раз пришел в Евангельскую церковь, в Пересиатническую, я очень насторожен был. В том, я увидел перед собой живых людей, которые ищут, которые прошли, некоторые из которых, огромный путь через борьбу с наркоманией, с алкоголизмом, через уголовное прошлое, тюремное прошлое. И я просто увидел правду людей, и увидел, что Христос, Он принимает каждого, кто идет к Нему с чистым сердцем, а не каждого, кто придет к Нему с дипломом духовной семинарии. Я что-то думаю, что здесь сердце важнее, чем дипломы семинарии, или то, в каких облачениях ты стоишь и молишься ему. Очень часто приходится слышать, что политика грязное дело, и в церквях была другая позиция, совсем еще недавно, о том, что политикой заниматься не надо, христианин этого делать не должен. А сейчас, я смотрю, в интернете очень много появилось даже проповедников, которые говорят о политике. Как вы считаете, это справедливо, что политика – это грязное дело, и христианин не должен этим заниматься? Я вообще не понимаю, где сказано в Писании, что христианин не должен заниматься политикой? Где это сказано? Я просто таких слов даже не знаю. И иногда говорят «Богу Богову, а Кесарю Кесареву». Это значит, что просто молитву не примешивай к своей политической целесообразности, не пытайся политическую целесообразность прикрыть какую-то там и так далее. Это, опять же, сказано про налог конкретно. Это когда ему показали динарии, он сказал, посмотрите, на этой стороне лицо Кесарева, поэтому отдай налог, отдай императору. А молитву, значит, десятина, очевидно, имелась в виду, в том числе финансовая, отдай на храм, значит, Богу. Наоборот, мне кажется, Христос сам постоянно в политике был. Его полемика с Синедрионом, его активная политическая позиция, проповедь. И не даром по Золине в своем великом фильме «Евангелие от Матфея» на горную проповедь наложил на музыку «Вы жертву упали в борьбе роковой». Стоит Христос и, значит, говорит, блаженный нищий духом, ибо Христарство небесное. А на заднем плане, на русском языке, говорит, «Вы жертву упали в борьбе роковой». Это революция была. И вот смотрите сами даже эпизоды. Допустим, в Гепсиманском саду Петр выхватывает меч и отрубает ухо, значит, рабу, первосвященника, Малху. Попробуйте что-нибудь отрубить, если вы не тренируетесь. А где Петр? Рыбак научился этому. И что это за меч такой? Понимаете? Нам как бы это опускают интерпретацию. А я считаю, что они были вооружены, например. И есть такая трактовка этого эпизода, когда сказал Петр, вложи меч, ибо от меча и погибнешь. Сейчас вот не надо провоцировать, сейчас дайте меня арестовать, чтобы вы тоже не погибли. Он же ведь не метафорами говорил, это так описано. А то получается такой Христос, который ходит и говорит не как человек с людьми, а вот говорит таким прямо лозунгами. Понимаете? Это в книге так выглядит. В жизни-то это по-другому выглядело всё. Поэтому я думаю, что, конечно, я думаю, что и восстание против господства Римской империи, против язычников. Вот первое восстание 71-72 года в Иудее, это было христианское восстание во многом. Там были многие люди, которые слышали проповедь Христа или сами в юности, или от старших слышали. И это очень важный момент. А как он, на ваш взгляд, всё-таки, если с этой точки зрения смотреть? Христос, он кто был? Демократ? Нет. Девых взглядов, социалист? Нет. Он не политик, он всё-таки богочеловек. Это совсем он сын Божий. Это, ну, во-первых, он царь. Его называют. Царь это политик или нет? Пусть он царь мира. Но не царь мира. Царь мира – это другое существо. Он как раз противостоит царю мира Христос. Ну, так я вижу эту ситуацию. Нет, просто он политик был, допустим, апостол Павел, который пошёл встречаться с императором римским. Договариваться с ним. Потому, что политические переговоры были, по сути. Его поездка в Рим, к Тиберию. И так далее. Религии и политика связаны. Поэтому, ну, конечно, есть и перебар. Вот мы все помним Сергея Ледяева. Который, значит, его... Это же была проповедь как раз именно политического участия. Ну, как-то это всё аннигилировало. То ли Латвия оказалась маловато для такого энергетического порыва. То ли ещё что-то. Но, в целом, я думаю, что борьба за свободу, борьба за правду. А как, если ты не участвуешь в политике? Допустим, ты стоишь, говоришь, я борюсь за правду. За какую правду ты можешь бороться, если вокруг тебя угнетение, грабёж, порабощение. А ты говоришь, я в этом не участвую. Я об этом не говорю. То есть, ты идёшь, грабят, а отнимают у вдовицы лепту. Обижают сироту. А ты говоришь, нет-нет-нет-нет, меня это не касается, я христианин. Какой ты христианин после этого? Не давай святыню псам на поругание. Сказано же в Писании, да? И он очень жёстко иногда высказывался. Извините, а оценка... Ну, это, наверное, не про классовую борьбу, но всё-таки. Скорее верблюд пройдёт через игольное ушко, чем богатый в Царстве Небесное. Ясные совершенно оценки. Понимаете? Определённого зависимости человека от накопления человеком золота и капитала. Поэтому, сколько живём, столько и будем трактовать Священное Писание. Потом, извините, Ветхий Завет весь на политике. Давид борется с Саулом, Давид борется, нарушая Божьи заповеди с Авессаломом, сын его, по-моему, Авессалом был. И многое другое. Просто вся политика, весь Ветхий Завет – это политика целиком и полностью. А Христос пришёл исполнить, значит, он исполнить пришёл и ту политику, которая была в Ветхом Завете, которая шла между левитами и царём, между народом и левитами и так далее. Между пророками, царём, народом и левитами и всё такое прочее. Очень интересный анализ. При приходе всё-таки к власти левых патриотических сил, не повторится ли история? Не будет ли опять в церкви конкуренция увидена и опять вот это богоборчество такое? Проблема в том, что изначально никто не хотел среди большевистского правительства с церковью иметь никаких проблем. Церковь сама выбрала свою судьбу. Когда патриарх Тихон поддержал белогвардейское движение. В декабре 1917 года патриарх Тихон выпустил воззвание антибольшевистское. Совет народных комиссаров ничего не имел сначала против и не препятствовал проведению собора. А ведь могли бы. Но собор начался в 1917 году, закончился в 1918, напомню. И сначала рассчитывали, что церковь займёт более разумную позицию нейтралитета, по крайней мере. Позволит политическим силам самим решать свои вопросы. Но когда патриарх Тихон и многие архиепископы и священники поддержали открытую белогвардейщину, то естественно церковь стала стороной гражданской войны. Не на кого пенять. Сам патриарх Тихон в 1925 году пересмотрел свою позицию. И понял, что он ошибался. Он понял, что он подставил огромное количество православных священнослужителей, сделал их заложниками тех страстей, которые тогда полыхали. А как было красноармейцам их рассматривать, извините? Если они благословляли белых, которые вырезали красные звёзды и закапывали живьём красноармейцев. Это была гражданская война. И попытки были, и в православной церкви были иные попытки, которые потом были заклемлены, обновленчество и так далее, митрополит Веденский. Я считаю, что это были очень прогрессивные по тем временам попытки найти диалог с советской властью, который потом нашёл митрополит Сергий, патриарх Сергий, которого я очень уважаю, почитаю, потому что он был очень мудрый человек, очень глубокий мыслитель. Это точно не позиция Антония Храповицкого или Евлогия Георгиевского. Да и духовник Белой Армии, митрополит Фетченков, Вениамин Фетченков, вернулся потом в 1945 году в Советский Союз и стал членом Священного Синода. А до этого тоже? А кто такие были белогвардейцы? Были люди, которые на деньги Антанты, на деньги Англии и Франции вели сюда власть иностранного капитала. Я считаю, что это прообраз современного гильцинизма. Но если вам нравится порабощение под православными иконами, то да. Тогда русский народ выбрал совсем иной путь. Он выбрал свободу не под иконами, но самостоятельное национальное развитие. И мы видим, что к религии он все равно пришел. Когда Сталин заключил конкордат с церковью в 1943 году, фактически. Это был путь, который надо было пройти. И православная церковь должна была заплатить за то, что она делала. За то, что она позволяла царскому режиму обращаться с русскими людьми, как со скотом. Голос-то кто поднял против крепостного права? Арсений Мациевич поднял голос против то, что Екатерина монастырьские земли забирала? Ну, это за свое имущество. Хоть кто-нибудь из них поднял голос, что русских людей как скот продавали на вывоз. В Америке протестантские пасторы, евангелисты или маравские братья боролись против рабства. Выкупали чернокожих рабов, организовали им бегство. Скажите мне, только старобрядцы помогали крепостным. Хоть кто-нибудь из официальной синодальной церкви, назовите мне имя тех, кто сказал в лицо помещику, в лицо царю. Ничего подобного, они прекрасненько жили. А народ это не видел, что ли? На кого они должны сетовать? Потом они придумали старчество в 19 веке. Старцы, да, такой путь монашества. Но старчество было придумано власть именно для того, чтобы несколько сгладить флёр, который шёл из крепостного права. Не дарм, оно в 40-е годы возникает, старчество так вот укрепляется. В 30-е и 40-е годы 19 века. И для того, чтобы ещё бороться с тайным старобрячеством. Старцы были нужны. Но в целом, вот подошли к 1917 году. А какую позицию занимала церковь? В чём авторитет был церкви в глазах народа? Люди, как только разрешили не причащаться обязательно, так никто и не стал ходить в эту церковь. Это не в 1917 году перестали ходить. Указ о веротерпимости 5-го года, он уже, как говорится, вот все статистические данные фиксируют. После того, как перестали наказывать за то, что ты не ходишь, сразу идёт такой вот отток, понимаете, оттуда. Потому что, а что им там рассказывали? Русская классика, она что, врёт, что ли? Вот описание жизни священства в русской классике. Отдельная совершенно такая жизнь. Отдельная. Церковь пострадала, потому что она встала на сторону благодействия. Я считаю, что это было главной причиной тех репрессий, которые коснулись церкви, по крайней мере, в годы Гражданской войны. Потом, в 30-е годы, это уже другая история совсем. Ну, а сейчас, вот вы знаете ситуацию в Орле, ранее говорили, в Калуге. Почему, собственно, люди не становятся на сторону какую-то, просто защищают имущество общины. И они становятся идеологическими врагами, их уничтожают. А здесь в чём причина? Ну, так и Христа распяли. Если вас гонит мир, то, может, вы на правильном пути? Вы не думали так, никогда к этому не относились? Если мир вас гонит, как он гнал Христа и гнал христиан, если вас гонит кесарь, гораздо опаснее, если вы с кесарем в больших хоромах вино распиваете. И обнимаетесь, и кесарь вам говорит в лицо, или его слуга, что ты знаешь, что всё хорошо, благослови меня давай. Поэтому, может быть, так и надо? Кто сказал, что всё будет как бы хорошо? Может, в этом суть? Продолжение следует...